В Люберцах наградили призёров муниципального этапа областного конкурса «Дорожный калейдоскоп». Напомню, он проходит ежегодно среди обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования. Поздравления, подарки, аплодисменты – сегодня всё для них, для победителей муниципального этапа областного конкурса «Дорожный калейдоскоп». Пускай будет сегодня у нас погода не очень повезло, но хочу пожелать хорошего вам настроения, ну и самое главное – побед в остальных конкурсах, в которых вы будете участвовать. В муниципальном этапе участвовали 186 человек из 32 образовательных учреждений. 17 из них заняли призовые места. Среди них третиклассница Полина Злуденная, с работой из бисера «Дорожный калейдоскоп». Девочка стала первой в младшей возрастной группе. Стояли две лошадки и зебра. И эти две лошадки, они удивлялись, почему здесь зебра стоит. И там был пешеходный переход. Потому что если не будет пешеходного перехода или другого места, тогда кто-нибудь попадёт в аварию. Этот конкурс не только про творчество и умение что-то делать своими руками. Он про правила поведения на дороге. В процессе изготовления поделок дети лишний раз повторяют ПДД. Это прежде всего изучение правил дорожного движения. Просто так ребёнок не поставит светофор где-то поперёк дороги. Он должен изучить, где должен стоять этот светофор. А очень много работ. Вот как раз улица, дома и пешеходные зоны, и зона для автомобилей. И как раз всё это способствует безопасности дорожного движения. Дети изготавливали работы в разных техниках. Это и вырезание из бумаги, и лепка, и резьба по дереву, и бисероплетение, и валяние из шерсти. По словам сотрудников Люберецкого управления образованием, каждый год в конкурсе принимают участие всё больше детей. Сегодня в нашем конкурсе принимали участие дети от 5 до 18 лет. То есть прослеживается с вами неприемственность. Были детки дошкольного образования, школы. Я очень рада, что разные возрастные группы у нас заняли достойные места. Победители получили грамоты и подарки. Развивающие игры, блокноты, рамки для фотографий. Добавлю, работы призёров муниципального этапа были отправлены на областной. И во время награждения стало известно, второе место заняла Оксана Веремейчик с работой «Мокрое и сухое». Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.